Здорово! Это видео про благодарность и о том, что важно уметь не критиковать себя слишком сильно и вообще не критиковать этот мир, не напрягать все эти, скажем, внешние обстоятельства вокруг тебя, а относиться к этому с благодарностью. Что касается благодарности в плане пикапа, в плане освоения навыков общения с девушками, значит, история следующая. Постоянно слышу на своих тренингах такую фигню, когда люди приходят и когда, значит, у них приходится полей на какой-то разбор, у них получается там сделать какие-то вещи, что-то они смогли, то есть это они полностью обесценивают. Они говорят, вот девушка просто вот попалась такая общительная, вот мне повезло, потому что девушка-то попалась такая-то, такая-то, то есть когда у них получается, они туда в этот вот весь процесс, они туда себя не включают, то есть они не считают, что они причастны к результату, это вот такая странная тенденция. Очень редко, когда люди говорят, да, я красавчик, у меня что-то получилось, то есть удивительно, значит, когда получается, они здесь ни при чем, это к вопросу об обесценивании себя, и здесь себя надо похвалить, себя поблагодарить, сказать, какой же я молодец, спасибо самому себе, что я такой классный, что у меня так все получилось. Вот. И когда у них что-то не получается, а в первые дни такое бывает довольно часто, то есть тут с самокритикой у них проблем нет, то есть они постоянно себя критикуют, они, они причем, ну, что делают, то есть люди делают, они критикуют себя, это ошибка. Второе, они критикуют там женщин, то есть, блин, да она охренела, она такая-сякая скотина-свинья, там, она вообще как могла она так со мной поступить, почему она позволяет себе так разговаривать с мужчиной, когда он с ней знакомится, они критикуют там обстоятельства, то есть они неблагодарны этому. И здесь очень такая фатальная ошибка, то что в этот момент нужно поблагодарить эту ситуацию, поблагодарить себя, я молодец, я классный, спасибо мне, что я сейчас получил такой классный опыт, поблагодарить эту женщину мысленно, конечно же, да, что благодарю ее за то, что у меня теперь есть такой опыт, благодарю вообще эти обстоятельства, ситуации, то есть и благодарность это очень важная штука, потому что когда вы начнете относиться к жизни с благодарностью, к своей деятельности, к самому себе с благодарностью, к ситуациям, которые с вами происходят, все начнет кардинально меняться, реально это работает, это так. По поводу, значит, о благодарности у меня есть целая глава в книжке МК-1, то есть если ты еще не успел заказать книгу МК-1 вместе с видеокурсами, четыре разных пакета, есть пакет стандарт, где два видеокурса, есть пакет мотивационный, где еще и к двум этим видеокурсам идет аудиозапись книжки, и это очень важно, потому что сейчас ты, кстати, можешь зайти на сайт, который под этим видео, и прослушать кусочек отрывок этой аудиозаписи как раз из главы про благодарность, потому что для многих без лишней скромности очень мотивирующий эффект оказывает то, когда я с ними разговариваю, то есть когда люди у нас в чате спрашивают какие-то вопросы, я в этом чате отвечаю, голосом иногда их, извините за мой французский, разъебываю в хорошем смысле, иногда их мотивирую, это дает очень хороший мотивационный эффект, и у людей начинает все получаться. Здесь у тебя есть возможность заказать мотивационный пакет книжки МК-1 и слушать меня в аудиоформате, то есть тебе придет и физическая книга бумажная, ты получишь два видеокурса в подарок, и самое главное в мотивационном пакете ты получишь аудиоверсию, где я собственным своим голосом, с чувством, с толком, с расстановкой, с выражением буду с тобой в аудиоформате, и это будет работать намного круче, чем просто прочитать эту книжку. Вот, собственно, осталось всего 8 дней для того, чтобы успеть заказать книгу, стоимость к концу продаж к первому сентябрю будет повышаться, сейчас успеваю обязательно это сделать, 1 сентября я продажи закрываю, то есть и все, мы начинаем рассылку тем, кто успел приобрести. Как-то так. Значит, и обязательно зайди, посмотри, послушай на сайте кусочек отрывок моей аудиокниги, обязательно это сделает, это тебя очень сильно вдохновит. Очень крутая аудиоверсия получилась. Значит, смотри, когда я был молодой и бедный, то происходило следующее, что я жил в разных каких-то съемных квартирах, комнатах и еще и с друзьями, потому что у меня не было денег, и когда я хочу рассказать историю, это не самое, конечно же, безусловно, страшное событие в моей жизни, ну и вообще в жизни, которое может происходить с человеком, это так просто, скажем, ну, неприятность. Но эта неприятность повлияла на меня очень сильно, потому что в тот момент я чуть ли не впервые в жизни ощутил благодарность за какие-то элементарные вещи, которые у меня есть. То есть за то, что я живой, за то, что у меня живы родители, за то, что вообще, ну, за то, что все хорошо, потому что я просто живой. Вот. И мы как-то снимали такую комнату, то есть была двухкомнатная квартира на улице Георгия Димитрова в Самаре. Первый этаж, такой высокий первый этаж. Я со своим другом Димой Меренковым, Дима, тебе огромнейший привет, если ты меня видишь. Мы снимали там одну комнату на двоих, он был студентом в политехе, учился, я тогда уже где-то работал и учился заочно в своем колледже. Значит, и мы снимали там одну комнату, во второй комнате жил отец хозяйки, собственницы, какой-то старый алкаш, то есть он реально алкоголик. И он все время бухал боярышник, он все время там что-то предлагал его нам, естественно, мы отказывались, но мы что-то это... Боярышник мы не пили, мы только по водочке. Да я шучу. Вот, то есть мы вообще в принципе тогда особо не бухали, ну так, может быть там пивас по вечерам на набережной. Суть не в этом. Суть в том, что до того, как мы заехали в эту квартиру, мы еще долго убирали эту комнату, блин, ну то есть так вышло, что я вынужден был вот так вот жить. Так у меня была не очень богатая, мягко говоря, молодость, об этом я уже писал в своей предыдущей книжке «Оппозиция сверху» и в новой книжке МК-1 у меня об этом рассказано в том числе. И, в общем, до нас там жили какие-то выходцы со Средней Азии, которые продавали наркоту, и этот дед, он их заложил, сдал их в ментовку и их посадили. Вот. Я об этом узнал уже после. После чего, то есть не прошло там месяца буквально, как мы там жили, то есть я еще умудрялся в эту комнату там пару раз привезти девушек, пока дед спал, потому что он, ну, постоянно бухал и спал. На выходные мой товарищ Дима уехал там к себе, к своим родителям, а я остался в Самаре, я остался в этой квартире для того, чтобы, ну, что-то я куда-то пошел тусить. В общем, я тусил-тусил, ничего там не получилось, приехал домой, там где-то, допустим, в 2 часа ночи, лег спать, ложусь спать, ну, вроде я засыпаю, и, в общем, я просыпаюсь, мне кажется, прям тут же, как только заснул, от очень сильного стука в железную дверь, то есть я просыпаюсь, и у меня прям первая мысль, бля, что-то случилось, кто-то очень сильно ломится в дверь, просто по-жесткому ломится в дверь. Вторая мысль была, хоть бы этот дед сейчас не встал и не открыл, потому что, ну, он вообще неадекватный, он мог просто, наверное, пойти и открыть. Я подрываюсь, подбегаю к двери, смотрю в глазок, слушаю, что там, то есть там очень сильные пинки, прям и стук ногами и руками в дверь, какая-то нецензурная брань, ну, и примерно, как бы, крики из серии, открывай, сейчас всех будем резать, вам всем пиздец, сейчас всех будем убивать, мы сейчас тебя убьем. Вот, я, естественно, мягко говоря, не ожидал и испугался. Ну, вот, я посмотрел в глазок, там стояли два чувака, каких-то очень мутных, ну, таких среднеазиатских кровей с какой-то железной херней в руке, ну, то есть, у меня не было времени разглядывать, но я так понял, что их намерение серьезное, потому что они очень сильно стучали в дверь. Почему я обосрался? Потому что это был первый этаж, мне было тогда, ну, сколько лет, 20, наверное, мне было, думаю, да. Вот, я выглянул в окно на кухне, получается, что окна квартиры, одно окно выходило во двор, друг с другой стороны выходило, ну, туда, на улицу, где ездили машины. То есть, я выглянул в окно с кухни, а там можно было легко залезть или разбить, то есть, не было никаких решеток, ничего. Там стояла какая-то Жигули, такая вся раздолбанная, тонированная, я так понял, что они приехали на ней, я побежал туда через квартиру в свою комнату, смотрю, то есть, ну, в то окно, которое было с другой стороны, я думал, если что, я, может быть, спрыгнул, короче. Я смотрю, там тоже два чувака стоят, так, немножко в стороне, ну, я так понимаю, что они тоже с этими. И, ну, как бы, что мне оставалось делать? Я побежал на кухню, я первым делом, что я сделал, я нашел самый большой нож, ну, возможно, думал, что меня это как-то спасет. Потом следующее, то есть, это все происходило очень быстро, то есть, крики были еще более интенсивными. Следующий момент, то есть, я подумал, надо звонить в милицию, ну, то есть, это ничем хорошим не кончится, потому что это первый этаж, реально первый этаж. Как только я об этом подумал, произошла следующая хрень, что, ну, я увидел, как на кухне через кухонное окно начинают подниматься, уже ломиться эти чуваки в окно, то есть, пытаться как-то его там что-то, блядь, раздергать и открыть. Окна были деревянные, ну, то есть, такая хата была достаточно убитая. В этот момент, когда все это происходит, все происходит очень быстро, у меня просто жутко колотится сердце, я испугался. В этот момент, ну, наверное, кто-то услышал, как эти чуваки ломятся, вызвал там милицию или что-то, или кто-то их успугнул. То есть, в итоге они резко там спрыгивают, сваливают, садятся в тачку, прям слышно, как закрываются двери и по газам, и они уезжают. То есть, я смотрю в другое окно из моей комнаты, там тоже никого не осталось, то есть, эти ребята тоже рассосались. Вот, такая история, значит, после чего я, ну, долго не мог уснуть, то есть, я остался в квартире, не открывал ничего, ни двери, ничего. Утром я оттуда уехал, мы потом, то есть, я рассказал это своему другу, потом вернулись через несколько дней, забрали шмотки, подумали, ну, его нахер. То есть, как потом выяснилось, что там реально жили какие-то чуваки, которые продавали наркоту, этот дед их сдал полиции, милиции, и, в общем, в итоге они пришли для того, чтобы отомстить ему и зарезать. И вот, ну, с их слов они хотели его зарезать. Я так понял, что если бы они прорвались в хату, то и мне бы пока то же самое, наверное, светило. Вот, я тогда сел на кровать, вот я помню этот момент, да, это не самый страшный случай в моей жизни, но в тот момент, когда я был молодой, неопытный, какой-то пугливый, не знаю, то есть, я был просто шокирован, я сидел, я не мог не спать, ничего. То есть, и впервые в жизни я реально почувствовал какую-то вот такую вот прям вот такую, ну, естественную, настоящую благодарность вот за то, что вот, блин, слава богу, что, во-первых, они не ворвались, во-вторых, что дед не проснулся, в-третьих, что я вообще живой, что у меня все живы-здоровы, что у меня есть какие-то цели, амбиции, планы, что не важно, как сейчас я живу, что я живу херово там, допустим, что я вынужден снимать квартиры вот там вот в таких вот домах, хотя это опять же мой выбор, что значит вынуждение. Я мог жить в общаге в какой-нибудь, вот, а может не мог, не знаю, если я на заводчике учился, ну, наверное, можно было договориться. Короче, суть в том, что в тот момент я впервые в жизни задумался о благодарности, я ее почувствовал и, ну, как бы, если приводить это в тему общения с женщинами, то здесь очень важно научиться благодарить ситуации, благодарить женщин, благодарить себя за тот опыт, который происходит. Потому что все происходит для чего-то, любая ситуация, которая происходит в вашей жизни, она для чего-то. Обязательно послушайте отрывок книжки МК-1 в аудиоверсии, здесь мотивационный формат, успеете ее заказать 1 сентября. Через 8 дней я закрываю продажи и, собственно, уже книжку купить не получится, потому что в этот раз мы с издательством не договорились и в магазинах книги не будет. Обязательно читайте, заказывайте вместе с видеокурсами, то есть есть еще пакет Platinum и пакет Gold, там собраны все видеокурсы, которые у меня есть. Флешка практик, это вообще ураганная штука, потому что вы можете посмотреть, как я сам выполняю все задания своего тренинга, объясняю, какие ошибки, какие могут быть подводные камни с разборами, со всем прочим. Вы смотрите, повторяете за мной, получаете результат незамедлительно. Это самое крутое, что вы можете получить, находясь на расстоянии. Для этого просто нужно будет взять себя за яйца и сделать. И опять же в самом топовом пакете, который называется Platinum, есть доступ, пожизненный доступ к нашему закрытому WhatsApp-чату, в котором вы всегда можете задавать мне вопрос, я вас буду мотивировать, я вам буду помогать, чем смогу. Вы будете общаться, находить единомышленников и так далее, и так далее, и так далее. Итак, все ссылки там, 8 дней до закрытия продаж, обязательно слушайте мотивационный пакет в отрывке и принимайте решение, что это самое важное, что вам сейчас нужно. Это был Шамшурин, ребят, напишите в комментариях, за что вы благодарны, ну то есть какие ситуации именно в контексте общения с женщинами с вами случались, за что вы благодарны этим ситуациям. Это был Шамшурин, все ссылки под видео, пока, вырубаем.